всем привет сегодня мы с вами рассмотрим такую маленькую интересную на мой взгляд тему как одно единственное упражнение если ты будешь его выполнять ежедневно то избавишься допустим от болей в спине от болей в плечах избавишься от жира на животе избавишься от жира на боках очень многие видеоблогеры делают такие вот кликбейты для своих видео снимают видео и люди жаждущие избавиться от каких-то своих недугов или от лишнего веса но очень ленивые по своей природе кидаются на такие видео это я говорю после того как я посмотрел на ютубе очень много ссылок на такие видео по 500 по 400 тысяч по 600 тысяч просмотров буквально за два за три месяца где какие-то тренера допустим один тренер показывает планку просто показывает планку и говорит уникальное универсальное упражнение при помощи которого вы сможете избавиться от жира на животе разве планка может вас избавить от жира на животе вряд ли нет укрепить мышцы брюшного пресса до укрепить поясничный пояс вернее поясничные мышцы да но избавить вас от жира если вы ели чипсы пили пиво жареную картошку немерено в огромных количествах вряд ли вы избавитесь от жира на животе и на боках для этого нужно хорошенечко постараться для этого нужно заниматься спортом и не одно упражнение в день делая его всего-навсего одну две минуты а как минимум 5 7 или 10 различных упражнений связанных в одну программу и выполняемых ну хотя бы минут сорок раньше раньше во многих журналах в периодике еще в советской писалось о том что человек начинает начинает терять калории при занятиях спортом не сразу не с первых минут а только через 35-40 минут после начала тренировки многие люди этому верили потому что ну во первых раньше были несколько другие исследования не хватало спортивных вот этих вот врачей спортивной медицины не хватало не хватало именно правильных физиотерапевтов которые могли бы опровергнуть такое высказывание сегодня же уже спустя 30-40 лет с легкостью можно опровергнуть то что говорили раньше врачи вот эти вот советские врачи о том что только от занимавшись 35-40 минут вы начинаете терять калории вы начинаете терять калории буквально со второй или с первой минуты ваши тренировки зависит от интенсивности и напряжения ваших упражнений если вы занимаетесь гантелями считаете что подняв гантели и начав делать просто подъем на бицепс вы уже теряете калории это не значит что вы сразу потеряете вес на животе нет для живота нужно использовать совершенно другие упражнения люди утверждающие видеоблогеры утверждающие что съедая в день по три вареных яйца и будет тебе счастье ты получишь достаточное количество белка которое необходимо твоему организму ты станешь сильнее ты станешь выносливее ты станешь чувствовать себя лучше я так полагаю что съедать по три вареных яйца в день ни один врач вам не порекомендует потому что рано или поздно вы же будете помимо этих трех яиц еще что-то съедать рано или поздно вы просто-напросто перегрузите свой кишечник балластом и у вас могут возникнуть некоторые проблемы затруднения не то что с пищеварением но и с выведением продуктов жизнедеятельности из вашего организма поэтому такие советы как съедай по три яйца или выпивай натощак стакан воды с двумя столовыми ложками пищевой соды и будет тебе счастье я бы отодвинул в сторону и даже не прикасался к таким советам и и просто проходил бы мимо честное слово что я и делаю когда вот выхожу на youtube и смотрю пролистывают саму эту ленту и вижу какие там попадают видео в рекомендации то же самое касается вот этих вот тренеров которые утверждают что да ладно оставим этих тренеров это люди которые нажрали себе мускулы протеинами спортпитом анаболиками стероидами нажрали жиросжигатели выглядят сегодня они выглядят классно они выглядят супер но через три-четыре года посмотрите на них и сравните их сегодняшних с теми которыми они станут попомните мои слова врачи врачи один утверждает что вот если у вас боли в ротационной манжете я вам покажу одно единственное упражнение от которого ваши все боли уйдут и вы сможете полнофункционально работать вашим плечом то есть когда у вас синдром замороженного плеча и вы не можете поднять руку выше плеча не то что вперед в сторону но и завести руку за спину и вдруг появляется врач который говорит поднимаем руку вот так загибаем ее в локте здесь берем выдыхаем и заворачиваем руку в эту сторону ну во первых при синдроме замороженного плеча если вы не принимаете никаких препаратов лекарственных вот такое движение вы сделать не сможете у вас будет адская резкая дикая боль в ротационной манжете те кто переболел синдромом замороженного плеча не дадут мне соврать у меня у самого был синдром замороженного плеча на правой руке и я просто не то что негодую я просто весь в сомнениях от того что ну как человек врач а может быть он не врач может пришел к какому-то своему знакомому врачу отдел его халат пока тот бегал на обед жрал макдональде решил всякую фигню свою чепуху понаснимать напилить видосов за два часа и потом выложить якобы он врач викилзе может быть и такое есть такие эндемики блин нашей природы которые так вот поступают и я болел синдромом замороженного плеча я знаю что это за боль я знаю какое-то неприятное чувство и как ты ограничен в движениях и только после красного препарата когда снимается воспаление и уходит боль нужно начинать восстанавливать плечо и причем восстанавливать не одним вот этим вот упражнением а должен быть целый комплекс упражнений если кого интересует комплекс упражнений по восстановлению плеча после синдрома замороженного плеча посмотрите у меня на канале да я в принципе здесь под этим видео кину ссылку на то видео чтобы вы могли посмотреть если кого это интересуетесь и кому действительно нужна помощь и просто предостеречь людей желающих очень быстро избавиться от лишнего веса но на основе своей лености не желающих заниматься спортом вдумайтесь вы никогда делая одно единственное упражнение в день по 1-2 минуте вы никогда не избавитесь нет лишнего веса не от своей линии это все что я хотел вам сегодня вот так вот спонтанно сказать с вами был я владимир казарчук автор канала old dutchman с меня был видос с вас подписка и лайк для тех кто желает стать спонсором нашего канала не забудьте поделиться видео с друзьями оставить свой адекватный комментарий всем удачи пока увидимся